По правилам этикетов, наверное, должен вам представить Александр Насовца и Александр Остатенко, да? Ну, честно говоря, нужно представлять, не знаю. Я заочно с Александром Насовцом знаком вчера, наверное, как давно. Да, первые, собственно, мои опыты. Карповые рыбалки были связаны с чтением статьи. Вот отца Сидорова, потом фильма. Потом, в первых магазинах покупался, отоваривался. Собственно, до сих пор, я там была. А что вам сказать? Ну, наверное, там, опять же, особого права не имею рассказывать вашу историю, потому что лично не знаком. Мы просто знаем, что Александр Насовец – это один из основателей Карпового Движения в России. Но, собственно, многие из вас лично знакомы с Александром. Представляете, наверное, он все-таки не нуждается. Хорошо садится. Спасибо. Мы тоже с радостью не ожидали, как много народу есть. Я, на самом деле, вас крайне благодарен. Вон, что вы приняли наше приглашение. Благодарен Олегу Поваткову, который, собственно, этой встречи способствует нам. На самом деле, на моей памяти, это первый раз, когда такие люди у нас здесь как-то бывают. Хотя, наверное, там мы могли бы приглашать их чаще, но с чего-то надо начинать. Не прошло 15 минут. Как я не знаю, зайду в гостях на собакскую карпуру. Садитесь, Саша. Спасибо. Спасибо. Пару слов, можно? Да. Ну, во-первых, всем хочу сказать здравствуйте и спасибо за то, что пришли в такое время зимой, то есть когда такой мороз на улице, может быть не очень удобное время. Рад вас всех видеть и старых своих знакомых, новых каких-то друзей, возможно. Ну, я, в общем-то, вы знаете, представляю компанию «Картель», то есть приветствую вас от себя, от нашей фирмы. Я уже не первый раз в Самаре, то есть мне довелось один раз, скажем, быть здесь и даже ловить рыбу на интересном водоеме. Может быть, не очень удачно, но, тем не менее, какой-то опыт у меня есть, во всяком случае, по рыбалке в Самарской области. Ну, вот, в общем-то, и все. Я не знаю, я специально не готовил никаких выступлений, поэтому, ну, буду рад ответить на все ваши вопросы, то есть что-то рассказать, поделиться опытом. Вот, я немножко неуютно себя чувствую в президиуме, потому что, честно говоря, я всю жизнь избегал этого. Все время в тени. Да, и первый раз попал за эту сторону в стола. Ну, тем не менее, постараюсь рассказать, что смогу. Окей, давайте я там в это...